Всех приветствую на канале The DbPost. Сегодня у нас в гостях Виталий Бужар, дипломированный психолог и в прошлом ментор цветокоррекции, колорист, VFX-композер, Nuke-композер, человек, который создал уникальный курс Color Grading DAO и сделал очень большой вклад в рынок цветокоррекции СНГ. Виталий, я тебя приветствую. Ты плюс ко всем вот этих представленных регалиях. Кроме того, я думаю, что я один из первых, кто у тебя учился на менторстве, если мы говорим про онлайн-менторство. Мы с тобой очень много провели времени на Zoom-сессиях. Я не побоюсь сказать, что это было больше 40 часов Zoom-сессий, которых ты наставлял мне, наверное, путь. И в первую очередь я хочу сказать тебе спасибо, потому что, наверное, если б не ты, то я б, наверное, ну, в принципе, эту цветокоррекцию раз 5-7 бросил. На сегодняшний день это уже немного по-другому, и мы работаем как компания, как студия, и не только по цветокоррекции, мы сейчас больше заходим в постпродакшн. Потому что для рынка кино все-таки мы более интересны как малый коллектив, как постпродакшн. Тебя заодно тоже рекламировал. Окей. Ты человек, который сделал огромный вклад в рынок цветокоррекции. Я не побоюсь этого слова, и я много записал уже с разными колористами подкастов, да, и они все отзывались очень позитивно, и у тебя очень хороший был материал по образованию. Действительно он качественный, действительно он интересный. После твоих курсов много людей, кто попереходил и начал заниматься профессиональной цветокоррекцией. Даже люди, которые сами из индустрии, которые проходили твое обучение, отзывались об этом очень позитивно. Мне хотелось, чтобы ты немного рассказал про вот этот твой путь, да. Я его вкратце знаю, может даже не вкратце, но много зрителей моего канала этого не знают. Как ты вообще вот пришел к цвету и сейчас занимаешься психологией? Ну, то есть как вот этот путь весь прошел? Ну, я коротко постараюсь рассказать, а потом уже перейдем, наверное, к делу. С 2010 года примерно я начинал в компьютерной графике работать до 2015. Я прошел достаточно такой длинный путь в компьютерной графике, то есть занимался моделированием, 3D-моделированием, 3D Max, Maya там и так далее. То есть это был мой такой, наверное, серьезный интерес, самый первый в области смежной с кино. Несмотря на то, что я там от простого аниматора, нюг-композера пришел до VFX-супервайзера, руководителя, соучредителя студии, одной из крупнейших в Казахстане тогда. У меня был другой интерес, на самом деле. Меня уже тогда, в 2015-14, сильно манило в преподавании. Мне нравился процесс работы с людьми, мне нравился процесс работы с командой. Тогда у нас на студии было человек 30, наверное, и мне больше всего нравился процесс вот именно становления людей, разработка пайплайнов там и так далее. А когда все, наоборот, встало на свои места и все начало работать, мне просто стало неинтересно. Вот. И потом я решил, что я куда-то уйду, я еще не знал куда, но так получилось, что за год примерно до моего ухода, это, наверное, был 2013-й, может быть, начало 2014-го мне пришлось изучить, как работает индустрия цифрового кино именно, пайплайны, то есть как производится цифровое кино. И это помогло мне, на самом деле, выбрать направление, куда я уйду. Это, соответственно, цветокоррекция. Почему? Потому что, ну, я понимал, что на рынке Казахстана творится полный бред в цветокоррекции. То есть я продолжил работать в Казахстане, но ушел в цветокоррекцию. И где-то через год занятия цветокоррекцией меня называли лучшим колористом Казахстана, как я говорил, из всех трех колористов Казахстана, потому что там буквально было несколько человек. И мне удалось очень быстро захватить рынок, где-то через полгода на местном музыкальном канале казахстанском. Я смотрел топ-чарт клипов, и там из десяти клипов были почти все мои, соответственно, то есть которые я красил. Все произошло достаточно быстро из-за... По большому счету, есть, наверное, два момента. Первое. Мой подход к работе. Я всегда очень серьезно относился к работе, всегда был очень дисциплинированным. И когда я зашел на рынок цветокоррекции в Казахстане, я говорил о себе, что я единственный человек в индустрии кино, кого можно звонком в 9 утра застать в офисе. То есть я в офисе был в 9 утра, вся остальная индустрия просыпалась там часам к 12, наверное, дня. Это был первый момент. Второй момент, когда я зашел на рынок в 2015 году, был один такой яркий случай, допустим, ко мне пришел один артист казахстанский, занес диск с клипом, с материалом клипа и сказал, что там... Спросил, когда забрать. Я сказал, если все будет хорошо, то завтра. Он был в шоке уже здесь, вот в этот момент. Мне было интересно, на самом деле, почему. Я у него спросил, он сказал, что обычно ему клипы красят две недели. И я объяснил, как это все работает, на самом деле. За клипы люди тогда брали в Казахстане 500 долларов просто за цветокоррекцию клипа и растягивали, как будто это трудоемкий процесс, они там чуть ли не по кадру красят. Вот я брал абсолютно те же деньги, то есть я за клип брал 500 долларов тогда, но делал это за день. И это позволило мне очень быстро, на самом деле, занять рынок Казахстана. Наверное, самый важный момент, почему я ушел именно в цветокоррекцию. Во-первых, потому что я видел возможности, я видел серьезнейший гэп, что рынок прям жаждет этого, что знаний в рынке очень мало, что вот прям серьезно проседает эта область. То есть все начали снимать на реды, но никто не знает, как пользоваться этим материалом. И у людей материал, снятый на Canon, получался лучше, чем на реды в итоге, потому что не было понимания, как с этим работать. Вот и самый важный момент, почему я ушел в цветокоррекцию, потому что, опять я уже сказал чуть раньше, что хотел преподавать, но у меня был синдром самозванца, и было ощущение, что мне нечем вообще людям рассказывать, и я решил для себя кейс создать. Цветокоррекция стала таким кейсом. В 2018-м я принял конкретное решение, я вспомнил о том, что на самом деле цвет — это всего лишь эксперимент. Тогда 90% рынка цветокоррекции казахстанских были мои, то есть я делал цветокоррекцию, это серьезнейшая прибыль, на самом деле, и делал много работ уровня СНГ, клипов. Но решил уйти, всех предупредил, что уйду через год. Когда в 2019-м году ко мне начали, продолжили, точнее, обращаться мои клиенты, приходили с фильмами, я им говорил, что, ребята, я же вас предупреждал, на что мне сказали, мы думали, пошутил. А я буквально за неделю продал свою студию цветокоррекции, у меня тогда уже был достаточно мощный инстаграм-аккаунт, там 110 тысяч подписчиков примерно. Внутри были мотивационные видео, это так называли. Я записал видео, что, ребята, я ухожу из индустрии, вот мой сетап, продаю его, пишите туда-то, и буквально там через 15 минут мне написали и забрали этот сетап цветокоррекции. То есть все получилось очень быстро. Вот я ушел опять в никуда, на самом деле, примерно так же, как я ушел с компьютерной графики. Очередной выход из зоны комфорта. 2019 год, примерно несколько месяцев я еще туда-сюда попытался поэкспериментировать с курсами по self-development. Я организовал некоторые семинары, но я почувствовал, что, на самом деле, мне серьезно не хватало знаний тогда в области саморазвития. О психологии, на самом деле, речи не шло, потому что, ну, я обычно скептически к этому относился в те времена. И я начал обучать то, что мне хотелось, но обучать тому, что я знаю. Собрал буквально по WhatsApp среди своих клиентов, причем первые потоки, я собрал, с кем я работал, операторы, видеомейкеры. Я сказал, что я буду проводить оффлайн интенсив по цветокоррекции, всему научу. Вот люди пришли. На самом деле, зацепило меня сразу-сразу с первого, наверное, интенсива вся эта история. Почему? Потому что люди начали получать прям очень крутые результаты прям сразу. На первых же днях, то есть это были 5-6-дневные такие интенсивы, мы по полдня иногда по целому дню работали, там по 10-15 человек собиралось. То, что люди получали такие серьезные результаты, очень сильно зацепило. То есть на это подсаживаешься. Ну, во-первых, там чек был примерно 500 долларов с человека тоже, в зависимости от пакета. То есть это тоже было достаточно прибыльно. На самом деле, на тот момент это уже было настолько же прибыльно, как цветокоррекция. Причем тут ты получаешь удовольствие, потому что люди получают этот скилл, и они прям сами ощущают вот этот вот серьезнейший кайф. Я на самом деле на это очень быстро подсел. И в конце 2019 года, после того, как мы провели эти интенсивы два раза в Москве и один раз в Киеве. Несколько раз. А в общем, в Алматы у нас их штук 20, наверное, было. И после этого мы создали онлайн-курс. Он тогда назывался «Продвинутая цветокоррекция». И все, то есть вот это вот стало началом проекта Color Grading DAO тогда. То есть вот так примерно все начиналось. Как раз в то время я попал на твои первые курсы, и момент начался. Я ездил на две страны и начал жить в другой стране. У меня освободилось намного больше времени, и я всегда хотел больше углубиться в сферу кино. И я помню, я какую-то дерьмовенькую там рекламу снял, просто мега ужасную. И у меня, короче, не выходил матчинг кадров. У меня до этого был большой экспириенс фотографий. Я не знаю, как там у тебя был настроен таргет, но я открываю Инстаграм и вылетаю. Курсы по цветокоррекции. Смотрю, блин, так прикольный чувак. Так объясняет, думаю, а запишусь-ка я на курс. И вот так у нас, я не знаю, если можно сказать, это произошло такое заочное знакомство. Я как раз попал на или первый, или второй онлайн-поток. Там была продвинутая цветокоррекция. Один и ноль. Но я помню точно, что это был или первый, или второй поток. У тебя такой огромный кейс. Вот интересно, что стояло до него. Профессиональное обучение или твоя профессия? Кто-то именно по профессии. Ты учился в высшем учебном заведении? Это как-то связано с кино или вообще никак? Я учился в УЗИ. Это был такой мелкий город Алматы. То есть, чтобы ты понимал, как бы изначально я из небольшого населенного пункта родом, где я жил там до 18 лет с родителями. Потом переехал, чтобы учиться на специальность, которая называлась тогда информатика. Она была связана с программированием, якобы научная специальность. Но тогда в этом университете, в маленьком городке, я понял, что единственное, чему можно научиться, наверное, в университете, это учиться. Но программирование я так и не научился. Вот я тогда начал как раз-таки учиться компьютерной графике самостоятельно. В 2006-2010 я учился в УЗИ. Та же история была с цветокоррекцией. Понятно, что бэкграунд у меня не из кино совсем, и даже не творческий. Но я всегда хорошо рисовал. В школе у меня были выставки. То есть, ну, с креативностью проблем больших не было. В плане цветокоррекции, то есть, времена, когда я начинал изучать цветокоррекцию, это 2014-2015 годы, ситуация была сильно иная, не как сейчас, вот прям совсем. То есть, сейчас со всех утюгов все кричат своими курсами, уникальными методиками. Я сейчас не просто про цветокоррекцию, а вообще про все. Сейчас можно даже научиться дышать маткой, если у тебя ее нет. Прошу прощения. Да, тогда, чтобы найти какую-то информацию по цветокоррекции, ну, это практически невозможно. Тогда единственный более или менее адекватный, кто обучал, даже от DaVinci Resolve не было тогда, насколько я помню, официальных курсов, которые есть, официальных видео. Единственное, что у них было, это интервью нескольких профессионалов, кофаундеров, по-моему, Company 3. Один из них Дэйв Хасси был. Вот эти вот ребята, они там такие вдохновляющие интервью были на официальном сайте DaVinci. То есть, вот это было. И курс Даду Валентика, который проходил офлайн. У него онлайн тоже не было. То есть, вот, наверное, так. А все остальное я изучал. Курс я не проходил, соответственно. Искал где-то по крупицам какую-то информацию, связанную с цветом, светом. Ну, по крупицам, то есть, здесь тоже такой вопрос. То есть, на Ютубе ничего не было толком. На Ютубе единственное, что было, на самом деле, сейчас в индустрии этого не хватает. Сейчас огромное количество на Ютубе мнений. То есть, какой этот чувак, который прошел, допустим, мой курс. У меня таких кейсов очень много. То есть, человек отучился в Color Grading Dao и делает там, открывает себе Ютуб-канал, открывает школу и всех учит тому, что он попытался переварить. И еще называет при этом там себя профессиональным колористом. То есть, ну, кейсов таких очень много. Вот это все его мнение, мнение, мнение. А то, на чем я учился, я учился больше на том, что называлось тогда making of. На кейсах. То есть, допустим, я находил на Vimeo, где-то в каких-то там архивах. На Ютубе нет-нет. Иногда что-то было в виде там, допустим, как делалась цветокоррекция «Властелина колец» еще вот тех первых. Вообще там история цветокоррекции. Там первый фильм, который красили. То есть, это первая цифровая цветокоррекция была. И то есть, я заходил с этих сторон, я смотрел всякие панельные дискуссии там с Дэвидом Финчером там и так далее. То есть, полностью из пайплайна, как делается кино, и где там стоит цветокоррекция. Почему мне нужно было понимание пайплайна? Потому что, ну, сейчас все знают там, и то, и то нет, люди не знают там процессы там, колор-менеджмент, дебайринг и так далее. Раньше люди понятия не имели, что делать с материалом Red. Что такое дебайринг, что такое колор-спейс и там, как с этим работать. Ну, вот пришел материал, там люди пытаются что-то сделать. И мне, чтобы понять весь этот пайплайн, мне нужно было понимать, как, зачем там операторы делают определенные выборы. Я изучал сенсоры камер, я смотрел обучающие материалы от Red компании по их пайплайнам. То есть, я заходил вот с этой стороны. И получилось так, что на самом деле даже в курсе колор-грейдинг, да, вот там ты не найдешь этой информации. Но все эти курсы, они были построены, то есть, их фундамент именно на этой информации. Наверное, это один из тех важных моментов, почему курсы получились сильные и почему они получились в принципе уникальными. И почему там нет элементов обучения интерфейсу. То есть, все было построено на каких-то действиях, которые действительно приводят к результату. И важный момент — практика. То есть, ну, так получилось, что когда я уходил из компьютерной графики, мне просто один мой знакомый режиссер, вот просто повезло, предложил покрасить клип. Тогда я уже ковырялся в DaVinci Resolve. Все, я ему этот клип покрасил, ему это дело понравилось. Кстати, его, по-моему, два, два, три или даже четыре дня красил. Первый свой клип — это было очень долго. Помимо того, что мне приходилось вот где-то что-то искать, потому что информации не было, каких-то уроков на YouTube тем более, практика была серьезным подспорьем. Потому что, ну, на самом деле, как бы я, наверное, за свою практику цветокоррекции, особенно в начале, за первые полгода, может быть, год, создал огромное количество франкенштейнов в виде своих проектов. Вот вы, ребята, допустим, когда вы учились в школе Color Grading Dao, то есть вы приходили на курс продвинутой цветокоррекции, у вас модуль один — Color Management, модуль два, там, первичная, модуль три, там, вторичная, там, мэтчинг и все остальное, и все по полочкам. Каждый раз вы получаете результат, все офигенно. В конце курса вы вышли, и вы там уже по дороге покрасили какую-нибудь рекламку, клип, там, еще что-нибудь, кто-то даже уже, ну, реальный навык получил и там взял какой-нибудь клип или рекламку, реально купил, допустим, курс. Все классно. И вам все понятно, все комфортно, вы еще в тусовке, других ребят, еще я делаю вам там разборы ваших там ошибок, наставления, всякие философские и так далее. Короче, заряжены, мотивированы. У меня было все иначе. Каждый проект, который я брал, это была великая боль. Почему? Потому что, ну, я помню, первый фильм, допустим, который я взял. Я взял фильм, я не знаю, как его красить, я не знаю, что, с чего начать, откуда, с начала, с конца, там, тогда я для себя уяснил, что если ты фильм начинаешь красить сначала, то к концу ты начинаешь это начало переделывать, потому что у тебя уже, ты обучаешься на этом фильме, и у тебя уже другой уровень цветокоррекции к концу этого проекта. Вот потихонечку на каждом фильме ты начинаешь экспериментировать и создавать какой-то рабочий процесс. И то есть получается для меня вот весь процесс цветокоррекции все четыре года, это был великий стресс, через который я прошел, и который позволяет вам достаточно комфортно продвигаться в цветокоррекции. То есть для вас сейчас цветокоррекция, это понятно. Ну, первое, потому что вы прошли, прошли понятный курс результативный. Второе, потому что информационный фон такой достаточно уже, может быть, перегруженный в какой-то мере, но информации достаточно много. А я проходил каждый раз через эту боль. И я помню, когда я брал очередной свой фильм на цветокоррекцию, то есть как это обычно у меня происходило, то есть приходят продюсеры, рассказывают, какое у них будет крутое кино, спрашивают, свободен ли я через шесть месяцев. Я говорю, ну окей, я найду время, мы договорились по стоимости, и все. Все, руки пожали, они выходят, и я думаю, ну типа это был такой кайф, да, проект было взять легко, но я думаю, боже, мне это все красить придется. И тогда для меня цветокоррекция фильма была там не неделя-две, а тогда цветокоррекция фильма для меня была месяц, а иногда полтора-два. То есть некоторые проекты, серьезно, у меня уходили полтора-два. Но когда уже там был 2018 год, я уже знал, что я ухожу из индустрии, то есть там я уже более или менее расслабился и по накатанной двигался, то есть там уже было стабильно. Я красил клип за два часа, иногда за час умудрялся покрасить клип, фильм, у меня уходило максимум неделя и так далее. То есть вот такая история. Она действительно, знаешь, как правдивая и очень хорошо понимаю, потому что я как бы помню, когда я начинал тоже вместе с тобой учиться, первое там наше какое-то менторство, да. Я какой-то там клип взял в работу, блин, и я думаю, ого, я его разбил, а там 300 кадров. Я думаю, ого, и это каждый кадр надо красить. Ну, то есть это у меня тогда занимало 3-4 дня, это какая-то была боль, я не мог понять, ну, то есть я как бы вроде все уже понимал, но я не мог еще прийти к такому. Вот буквально на днях ко мне прилетела какая-то тоже там работа, просто вечером. Чувак пишет с Америки, у них утро, в Европе тут уже вечером, она говорит, ну, помоги, ну, срочно надо. Я думаю, а поставлю эксперимент, полностью засеку вместе с правками. Три часа девятнадцать минут до сдачи и до оплаченного пейчека, знаешь, то есть, ну, деньги уже придут на следующий день. Тут как раз ты говорил про синдром самозванца, это как-то, знаешь, очень хорошо. Не то, что очень хорошо, мне кажется, это здоровая, адекватная критика. Наверное, вот это поедание внутри самого себя, что ты не можешь. А когда ты начинаешь общаться с людьми и даже с профессионалами, даже там с людьми с индустрией, ты начинаешь рассказывать какие-то вещи, о чем-то говорить, и ты понимаешь просто, что люди некоторых вещей не понимают. Тот опыт, который ты уже получил, и он же получен был 100% не только в ходе изучения этого материала, но в том бэкграунде, в котором ты еще работал, да, компьютерная графика, она все равно смежная с кино, оттуда ты черпал много знаний, да. Это как мы недавно общались тоже с одним профессиональным колористом, действительно хороший колорист, у него больше там 20 лет опыта. И как-то мы с ним разговаривались, у меня по сравнению с ним намного меньше опыта. Ну, я тоже делаю хорошие вещи. И он говорит, ну, это ж ты делаешь их не потому, что ты умеешь там или что-то еще. Ты понимаешь, как происходят процессы, как работают камеры, ты снимал что-то, ты что-то делал. Ну, то есть это целостность, совокупность всех факторов и результата, к которому ты приходишь. Я хотел, конечно, тебе еще задать вопросы, как ты пришел к открытию школы, но ты уже и так на них ответил. Но что самое сложное было для тебя вот изначально? И были у тебя какие-то страхи и опасения, и, ну, вообще, когда ты ее открывал? На самом деле самое сложное было это отказаться от цветокоррекции. Потому что, ну, ты зарабатываешь большие деньги в день. Плюс у меня уже была тогда студия, у меня был ассистент. То есть у меня было два сьюта цветокоррекции, которые стоили денег, и человек работал параллельно. Плюс я еще монтаж делал тогда. То есть я уже тогда, как режиссер монтажа, сделал несколько проектов, а тут я решаю целиком и полностью уйти из индустрии. То есть вот это само по себе было сложно. Наверное, отказаться от определенных сумм стабильности, которые ты зарабатываешь, и очутиться. Ну, я бы так сказал, что где-то с января по март я был в подвешенном вот этом состоянии. То есть я терял деньги. То есть я тогда сразу снял себе офис. У меня была команда из нескольких человек. Это был мой ассистент. И видеомейкер, кажется, у меня на тот момент был. И вот мы потихонечку экспериментировали с какими-то образовательными вещами. Это было сложно. Потом как бы, ну, создание самого проекта, самой школы, там страхов не было никаких, потому что, ну, когда я заходил на рынок, я просто видел, какому бреду учат людей. То есть мало курсов тогда было западных. Единственный, кто адекватный был, это Дадо Валентик на тот момент. Все остальные учили интерфейсу. Было мало конкуренции на западном рынке, но все, кто чему-то учил, это просто интерфейс. Это потяни за вот эту штуку в сторону красного, у тебя все станет красным. А зачем, тут вопрос. Вот никто не учил, на самом деле, зачем, кроме Дадо Валентика, потому что чувак более или менее из индустрии. На российском рынке вообще ни одного продукта адекватного не было. То есть у Дадо не было конкуренции на российском рынке. Я видел абсолютный бред, который творится на российском рынке, что люди вообще не понимают, чему они учат сами. Они обучают интерфейсу, и это была основная фишка. Чуть ли не с самого первого курса, который мы создавали, там сразу было написано в описании, мы не учим интерфейсу, мы учим, как красить реальные проекты. Было и преимущество, и сложность, наверное, быть революционером в каком-то направлении. Почему? Потому что оно огромное количество скептицизма, и люди ценили курс только когда они его проходили, соответственно. Движущей силой проекта Cooler Grading, да, почти всегда была сарафанка. То есть рекомендации, 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 несмотря на то, что Target тоже работал. Это, наверное, был второй момент сложности, сам маркетинг, но на самом деле одна из самых больших ошибок. Я всегда хвастался, что я в месяц трачу меньше 500 долларов на маркетинг, на рекламу. И это, вот это вот было тупо, на самом деле. Почему? Потому что, ну, я охватывал очень маленький объем рынка, несмотря на то, что я охватывал. У меня была колоссальнейшая прибыльность. Я зарабатывал на проекте по обучению цветокоррекции сильно больше, чем я зарабатывал тогда на цветокоррекции. То есть проект стал успешным очень быстро. Мог бы быть сильно успешнее, если бы я, наверное, делал правильный маркетинг тогда, но я делал тот маркетинг, который я умел делать. То есть вот этот вот важный момент. Это была, наверное, одна из основных ошибок. Но, может быть, это и плюс. Почему? Потому что, ну, финансовых ресурсов от проекта было достаточно, и поэтому это позволяло мне сохранять руку на пульсе качества. А если бы, может быть, я сильно парился о маркетинге и о продвижении, да, я делал бы больше каких-то там автовебинаров и всего-всего. Но, может быть, сам курс бы как-то пострадал от этого. Может быть. Ты еще сказал такую интересную вещь, что, говорит, сейчас даже ребята какие-то проходили курсы, пооткрывали свои школы. Я, честно говоря, ни одного не видел. Ну, я знаю одного чувака, который там открыл курсы. Я даже не хочу называть его имени. Но это не в момент, наверное, прохождения твоей школы. Он сразу как-то отстранился. А все остальные со студентов и про качество продукта, да, вот студенты, если брать, и качество продукта. Кто-то чему-то обучает, да. Как ты сказал, просто интересная вещь, что у тебя были кейсы, когда студенты обучились и начали преподавать свои курсы. Я недавно общался с людьми. Я думаю, ты знаешь, что такое ретрит? Или слышал хотя бы, да? Да-да-да. И они говорят, это то же самое, знаешь, что у нас сейчас много таких историй, когда люди пришли ретрит и сами стали, начали быть шаманами. От себя бы хотел добавить. Даже на сегодняшний день не такое большое количество действительно хорошей, хорошо поданной информации, квалифицированной информации. Та информация, которую дают пользу. Ее реально очень мало. Даже на ютубе. Ну, действительно, я там 2-3 ютубера знаю, которые... Я тебя здесь перебью и скажу один очень важный момент. Когда ты новичок, ты не понимаешь, насколько это хорошая, качественная информация, хорошо или не очень хорошо она подана. Поэтому вот люди, которые там прошли ретрит и становятся шаманами, они серьезное зло для людей, которые в этом сильно не разбираются. Сейчас из-за того, что индустрия вообще связана с обучением, то, что называют инфобизнесом, это очень вкусная и привлекательная индустрия, у людей просто ноль вообще какого-то уважения к интеллектуальной собственности. Ноль. Абсолютный ноль. Там со знаком минус даже, скорее всего. То есть, вот, все примерно так. Из-за этого будет огромное количество проблем, вытекающих, но это если вдаваться в какие-то там философские причинно-следственные связи, будет вытекающих проблем много, чуть попозже. Сейчас пока как есть. Как долго ты создавал курс, да, почему решил создать, мы уже, в принципе, разобрались. Но для тебя все-таки это был отчасти больше внутренний позыв или больше такой коммерческий продукт, скажем так? Образование, внутренний позыв, финансы, деньги. Это было, ну, это была необходимость, потому что, как я бы сказал, там я несколько месяцев терял деньги, а потом решил, что нет, хватит, надо что-то запустить. Вот, и я помню, мы с командой собрались летом, возможно, это был август, может быть, чуть позже. Мы уже видели первые серьезные результаты, это было после московских интенсивов, то есть, мы видели, что это, ну, программа действительно работает, то есть, люди приходят одни и уходят другие просто, с другими результатами, с другим пониманием. Тогда мы просто с другом пообщались, пришли к выводу к такому, что у нас сейчас какая-то появилась серьезная возможность, неожиданная абсолютно, повлиять на целую индустрию положительно. Ну, лично для меня это было как бы как песочница. Я знаю, что я хочу там связать свою жизнь с образованием, мне это нравится действительно, работа с людьми, ну, и тут есть вот этот проект, который еще и параллельно меняет индустрию к лучшему, каким-то образом, косвенно, там, и так далее, и так далее, но вот это вот получилось. Я просто не стал спрыгивать с этого проекта, что, о, сейчас я пойду и сделаю что-нибудь там по саморазвитию какой-нибудь семинарчик, всем расскажу, как открывать успешные онлайн-школы и запускать успешные бизнесы там и так далее. Вот, я просто решил... Успешный успех. Да-да, довести это дело до какого-то логического, может быть, завершения, то есть посмотреть, докуда этот проект дорастет. На самом деле у меня было такое ожидание, что, ну, окей, сейчас мы запустим этот онлайн-курс, наберем там 50 человек на поток, и следующий поток никому не нужен будет, потому что все эти 50 человек, ну, все, прошли и все. Оказалось так, что этот проект жил потом следующие еще 4 года, и сейчас все обучаются цветокоррекции. И я слышу от участников индустрии, от знакомых режиссеров, что, блин, как мало колористов. Я бы не сказал, что их очень мало. Может, мало действительно таких профессионалов, которым можно действительно довериться. Если брать рынок Европы и США, да, там все толковые ребята работают в хороших каких-то студиях. В постпродакшн-студиях, либо студиях цветокоррекции. Там чеки входные, ну, то есть, естественно, для компании, для нашего рынка вообще в целом. Я беру вообще, в принципе, Украина, Казахстан, да, то есть, ну, они неподъемные. Просто неподъемные. Чеки просто за цвет могут достигать, там, сотни тысяч долларов. Когда проекты отдаются, и в некоторых компаниях это даже минимальный рейт. Я не хочу называть, но я знаю точно внутреннюю информацию. Я с людьми общался, да. Какие у них минимальные рейты и часовые ставки на то, что к ним зашел проект. Сопоставить бюджет цветокоррекции в Америке и в некоторых европейских студиях, то в некоторых моментах это может доходить до бюджета производства фильма в Украине, например, полного метроигрового. Ну, то есть, что говорить просто о том, если сейчас, вот да, на сегодняшний день, я недавно, мне просто попадалось, час работы Color Assistant в Company 3 оценивается от 43 до 59 долларов. Ну, то есть, в зависимости по результатам твоего собеседования, если ты проходишь, это час работы. Color Assistant выходит, если у него там есть 40 рабочих часов в неделю, это обычная рабочая неделя. Да, он при таком раскладе до вычета налогов зарабатывает там 400 с чем-то долларов в день. Для рынка СНГ в целом, особенно с той ситуацией, какая сейчас, там война и все остальное, ну, это как бы, ну, это зарплата в месяц. Таких студий, к сожалению, нету на фрилансе, даже там, например, если специалист зарабатывает там 300-400 долларов в день на рынке СНГ, это уже довольно неплохо. Но это такое, если мы говорим о деньгах и о цифрах, как долго вообще ты создавал этот курс? Это все было в процессе или ты как-то подходил к этому поэтапно? Вот для тебя, сколько у тебя заняло это времени? У нас был основной курс, который назывался «Продвинутая цветокоррекция» 1.0, 2.0, 3.0, да, да. Изначально назывался просто «Продвинутая цветокоррекция», потом, на самом деле, он создавался в процессе, то есть в процессе офлайн интенсивов я потихонечку оттачивал программу, она у меня до конца сформировалась. Я помню этот момент, это был киевский интенсив, после него я точно понимал, что да, вот она программа. Потом мы прилетели сразу же в Москву, эту же программу прогнали в Москве, она работает, все классно. И прилетели, это был октябрь-ноябрь, наверное, в октябре, наверное, это было, и там в течение месяца я это дело все подытожил, наверное. И абсолютно то же самое, что я давал на офлайн интенсивах, я дал примерно в онлайн-курсе. Он там был из четырех или из пяти модулей. Это был первый опыт создания вообще онлайн-курса, тем более такого объемного. То есть он тогда был... Первая версия его, наверное, была в районе 16 часов видеоуроков. На самом деле сейчас, как бы, я на это смотрю, думаю, ну не супер много, но когда человек заходит только в индустрию цветокоррекции, для него это немало, особенно когда он должен все это повторять за мной, как я ему показываю. Потом буквально через год был, наверное, апдейт, появился 2.0 курс, апдейт представлял из себя дополнительные какие-то уроки, некоторые были целиком и полностью переписаны. На самом деле где-то процентов 80 было переписано, то есть там какие-то техники добавились, какие-то изменились. Самый сильный, наверное, все-таки был это 3.0. То есть потому что там был не только я, там были другие колористы, ребята, которые были студентами. Это Айдос Жумуров и Данияр Мусин. Данияр сейчас один из лучших колористов в Казахстане. Вот они мне помогали с записью курса, и они создавали особенно, что классно, практическую часть. Давали домашки, а там в 3.0 в версии были домашки, это там цветокоррекция реальных клипов, реальные рекламы и так далее. То есть вот они делали разборы этих вещей, то есть это было очень круто. Но самым, наверное, венцом творения оказался фриланс-колорист Bootcamp, который мы запустили. На самом деле это вообще такая история. Очень смелый эксперимент мой был, но предшественником этому эксперименту был как раз-таки коучинг, на который ты пришел. То есть ты пришел в коучинг-программу, которая причем была построена на основе психометрического теста. Ты, наверное, помнишь, проходил этот тест. Да, да, да. Вот этот вот тест вначале я давал... У меня были подкасты с профессионалами индустрии, с колористами Гвоздев. Кто у нас еще там был? Короче, много кто у нас был, и все они проходили этот тест. Я делал анализ, исходя из этого теста. В общем, выделял определенные черты характера, как они помогают или мешают им развиваться в этой индустрии. И плюс, исходя из того, что я делал интервью с этими людьми, у меня было понимание каких-то стратегий, которыми они, ну, где-то перекрывают свои негативные черты характера, и как конкретно они используют позитивные. На основе этих знаний просто создал программу. Ты был в числе первых экспериментов на самом деле. Я помню, что первая программа, которую я запускал, она была не самая результативная. Потом, когда программа запускалась уже постепенно групповая. Хочу добавить от себя, ну, первое, по-моему, я проходил это первое менторство, которое у тебя было. Но факт того, что со стороны точки зрения студента, да, ну, я прошел курсы, у меня нету ни одного проекта, меня никто не знает, у меня аккаунт фотографа, я вообще в другой стране. И первый мой коммерческий проект по цветокоррекции стоит 600 баксов, который я зарабатываю за два дня. Я нервничал реально, я сделал его, я знал, я с тобой помню, тоже консультировался. И потом просто это пошло-поехало. Нельзя сказать, что она была полностью, ну, значит, может быть, экспериментальная. По моим меркам. Да, да, да. Ну, второй раз, когда мы с тобой, я дважды с тобой проходил, второй раз с тобой это было более, скажем так, отчасти эффективно. Но в этот момент и началась и война. Много вообще внутренних жизненных изменений, да, кого-то она не затрагивает вообще. Я украинец, и она меня затронула. Несмотря на то, что я находился за границей уже на тот момент. У меня определенные там были бизнесы по сегодняшний день там в Украине, которые там есть, да. Это тоже, знаешь, это, ну, это такой факт, который никто не мог там предугадать, но он случился. Я могу сказать, что в этом плане, то есть, меня это тоже затронуло, потому что на первом месте по продажам у меня была Россия, на втором месте у меня была Украина, соответственно, на третьем месте Казахстан, потом весь остальной мир. Вот, и, соответственно, два основных источника прибыли с проекта Color Grading Dow у меня сразу были перекрыты, потому что в России таргет уже нельзя было делать там и так далее, и так далее, а в Украине, ну, понятно. И получилось то, что получилось. Поэтому затронуло это, ну, много кого. Я бы сказал, оно по сегодняшний день затрагивает до сих пор, и я бы сказал, что это вообще просто отдельная тема про войну. Это абсолютно другой разговор. Давай дальше вот про менторство и про подвижение. Ты как раз начал рассказывать, я только хотел задать этот вопрос, потому что, то есть, по моих ощущениях и то, что я видел, да, что я в FCB, я помню, я тебе написал, когда ты его анонсировал, ты запускаешь FCB, Bootcamp, мы с тобой списались, и ты вот же заходи, там прикольные, интересные новые штуки, я туда попал тоже. Но, честно, то, что я увидел, знаешь, там, наверное, FCB, это, наверное, результат вот этого всего менторства, которого всех студентов, которые прошли, учли все ошибки и запаковали, это сделали более масштабно и более красиво. И, в принципе, я смотрю, у некоторых ребят, даже те ребята, которые сейчас работают там со мной, да, мы вместе с ними сотрудничаем, я стараюсь от себя помочь им найти какие-то проекты с Европой, мы работаем, развиваемся больше уже как пост. Они тоже проходили в FCB, и они делают хорошие вещи. У нас есть уже какая-то логика понятная работы, иногда она меняется, что-то используем новое, но все равно, то есть у некоторых выходит, не у всех, конечно, но у некоторых выходит, и они продолжают продвиваться. Для меня вот, ну, достаточно интересный и хороший кейс. У нас есть колорист Дмитрий Стародубцев, и чувак был прорабом. Да-да, он прораб и строитель, и он сейчас постоянно красит, у него есть постоянный свой клиент, который его загружает полностью, плюс он красит другие проекты, и он постоянно работает. Ну, вопрос от этого перехода, ну, что такое, да, дрель, и что такое панелька для цветокоррекции? Он сейчас купил себе и Mac Ultra, у него же и панелька Tangent, у него же и референс-монитор, чувак-то может запаковался, сидит, красит нормально. То есть, ну, это, мне кажется, хороший кейс. Ты сказал, верно, о том, что, то есть, по идее в себе, то, что называлось Freelance Colorist Bootcamp, трехмесячная программа, он сложился из того, что происходило вот с этой программой менторства и с коучинга. По сути, да, мы по пути совершали много ошибок, причем один из моментов, который на нашем пути тогда возник, мы работали со студентами, с группой студентов, и причем ребята были и с Украины, и с России, и в этот момент возникла ситуация вот эта, с войной. И мы взяли паузу буквально там на неделе-две, и все, и что делать дальше? И тут сразу же мы переквалифицировались в продвижение на западный рынок. И это оказалось, наверное, самым правильным решением в плане продвижения. Почему? Потому что как только мы перешли в продвижение на западный рынок, стало сильно легче. Поэтому вот FCB, он позиционировался как система продвижения Freelance Colorista на западный рынок. Потому что как оказалось, что когда ты пишешь там кому-нибудь СНГ тебе, да, что там, кто, ты кто, что тебе вообще нужно? На западе все совсем иначе. Эй, йоу, моментом, и так далее, и так далее. Все очень хорошо. Не важно, какой корявый у тебя английский. Все нормально, дружелюбно. Оказывается, мир не такой злой, как он нам кажется на территории СНГ. И вот это, наверное, один из самых главных был. Ну плюс, да, что это была как бы квинтэссенция того, что действительно работает в плане продвижения. И там все это получилось упаковать в трехмесячную программу, пошаговую. Я на самом деле просто хотел создать что-то, что я просто перед уходом запущу, и это сделает такой небольшой финансовый буст. Все. Это была вот моя единственная цель. Я эту штуку запустил. И когда я посмотрел, какой рейтинг дохождения до конца и какие результаты, я был в шоке на самом деле. Потому что люди, приходя на этот буткэмп, там кто-то приходил с нуля, но в основном приходили уже те, кто проходили другие курсы наши, продвинутые цветокоррекции на самом деле. То есть если они, это ключевой момент, если они делали все, как я говорю, без всяких там, ну типа, а я думал или я считаю, результат был абсолютно железный. Не было ни одного, ну один ключевой и важный момент. То есть если человек умеет красить. Что значит умеет? То есть если он к этому, ну более или менее хотя бы как-то предрасположен, что у него есть какой-то вкус, потому что, ну, мы давали все абсолютные инструменты. Только если, вот я не знаю, у тебя там уровень интеллекта под плинтус, либо абсолютно нет вкуса, хотя даже без вкуса можно по референсам что-то сделать. Вот только тогда не получали люди результаты. И в общем, как бы рейт был у FCB успеха очень высокий. То есть за три месяца люди даже с нуля доходили до колоссальных результатов. Наташа Атлас, по-моему, она с нуля пришла именно на FCB, возможно на первой, либо в коучинг-группу она пришла, я точно не помню. У нее за три месяца были колоссальные результаты, во-первых, по цвету, во-вторых, по клиентам. То есть она начала уже тогда клиентов брать. Окей, это со всеми случается. То есть у тебя идет трехмесячная программа, где все в группе, где есть я, все делают колоссальные результаты, программа закончилась, половина людей отвалились. Несмотря на классные результаты. А кто-то продолжает пилить, потому что ему либо сейчас брать дрель в руки опять, либо дальше пилить по цвету. Тут мне от себя хотелось добавить. Наташа сейчас, кстати, отчасти мой ассистент. Она половину моих проектов мне ассистирует. Она красит неплохо, но бывают вопросы. Лично от меня. Ну большую часть, например, да, много музыкальных клипов она делала тоже со мной. То есть делала то, что я ей говорила. Я уже допиливал. Ко всем комментариям с FCB, то тут мне ребятам хотелось сказать, все зашли, поставили лайк, подписались на канал, потому что я внес свой клад в ваше развитие. Виталию и так можно. Для меня это будет важно. Окей, по поводу менторства. И вот монетизация проекта, работа колориста и вообще в основном про деньги. Мало кто знает, что профессиональные колористы, ну как мало кто, ну ребята, некоторые даже не знают о существовании этой профессии. Цель, одна из целей этого подкаста вообще показать, что есть такие люди. И не только в киноиндустрии. В киноиндустрии все знают, да, потому что практически 90% проектов, которые имеют какую-то финансовую составляющую и ценность, да, там то ли это реклама, то ли это фильм, то ли это кино, там везде работает колорист. На всех качественных продуктах. В большинстве, да, для обычных людей, ну люди не понимают, чем мы занимаемся. Тут как раз вот разговор про деньги и почему это может стоить дорого. Во-первых, ты свою жизнь тратишь в киноте перед монитором сидя, иногда в одиночестве, иногда с кем-то, иногда просто с кем-то на Zoom-сессии. Если вот мы говорим про школу в целом, да, вот монетизация этого проекта, например, количество студентов, ну, если на сегодня там в Трайбе, да, это Трайб, это группа, которая там закрыта, это сообщество, осталось там порядка где-то 800-900 человек. Сколько вообще человек прошло через твое образование? Это больше тысячи? Через крупные курсы прошло сильно больше двух тысяч, я не знаю, там может быть три тысячи плюс, а через мелкие в общем около 15 тысяч человек. Достаточно большая цифра. Главное, чтобы эти три тысячи все сразу не пошли в цветокоррекцию. Очень много кейсов, кто приходил, допустим, это были режиссеры и операторы, кто хотел делать свои работы сам, видеомейкеры приходили там, чтобы поднять свой скилл съемок. Да, бывали кейсы, там приходят видеомейкеры, оказывается, что у него офигенно получается красить, но, соответственно, там ему за это больше платят в итоге, он остается в цветокоррекции. Очень много людей, которые вот приходили с разными целями и очень много людей с разных индустрий, как ты сказал, там, строитель, бухгалтер, пилоты, кого у нас только не было. Пилоты даже были? Да, 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 да. У нас была женщина-бухгалтер, по-моему, ей было за 40, возможно, в районе 50 лет, которая проходила курс по цветокоррекции. По поводу видеомейкеров, ну, на тот момент я действительно хотел подкачать свой скилл, потому что, то есть, например, у меня, я до этого посещал мастер-классы, да, по фотографии, и очень неплохие это мастер-классы были, которые как раз мы говорили про цвет. Я не знаю, может, ты видел, не видел, ну, то есть, я не знаю, даже как сейчас, где этот человек, но он фотограф, и был такой фотограф Илья Двойковский. Он занимался свадебной фотографией, свадебной семейной фотографией, это было очень давно, это, наверное, год 2013-2014 где-то так. Он, наверное, один из первых, кто рассказывал про важность работы с цветом, и я тогда еще замечал. И когда ты фотографируешь, да, ну, то есть, то, что закладывается на съемки, комплементарность, аналоговость, приглушенные тона, и у него выходили очень красивые фотки, они вроде бы и обработаны, ты понимаешь, что это изображение обработано, но оно выглядит естественно, настояще и красиво. Когда вот начинающие приходят, да, открывают там DaVinci, либо какой-то там софт, в котором нужно поменять цвет, никто не понимает, почему оно так тебе работает, особенно после фотографии, почему оно так легко все не делается, и все так не красится, как с фотками. Самый, наверное, интересный вопрос и важный, почему ты закрыл эту школу? Можно же было ее оставить, ну, поставить кураторов, найти вовлеченных людей. Мне кажется, среди даже твоего комьюнити до сих пор есть ребята, которые в это вовлечены, которые продолжают работать и пытаются запускать параллельно какие-то свои проекты. Во-первых, я школу автоматизировал очень сильно, на 90, может быть, 95 даже процентов, но все равно необходимо было мое участие в каких-то вещах, особенно если это касалось создания новых продуктов. Продвижение, маркетинг, продажи, это было все сильно автоматизировано. А вот рост школы, а рост это не только маркетинг, это по большому счету новые продукты, то есть расширение продуктовой линейки. Я должен был в любом случае планировать эти программы, смотреть, куда двигаться, потом смотреть каждый урок, оценивать его на качество. То есть у нас были такие кейсы, я пытался это делать, но я понял, что это меня сильно отвлекает. Я тогда уже начал очень глубоко погружаться в психологию, и это, наверное, очередная жертва такая, то есть для меня это манифестация серьезности. То есть вот если я на что-то серьезно настроен, и я не способен отказаться от вот таких вот блестящих объектов, это говорит о том, что я недостаточно серьезно настроен. Потому что, к сожалению, гиперфокус — это и проклятие, и серьезное преимущество для меня в конкуренции с другими проектами может быть. То есть гиперфокус мне мешает одновременно несколькими проектами заниматься, если они тем более в разных областях. То есть это просто невозможно. У меня все начинает страдать, вплоть даже до здоровья, если какой-то проект, которым я занимаюсь, страдает в качестве. Но это серьезное преимущество, если я начинаю чем-то заниматься, то это похоже на манию. Думаю об этом 24 на 7. Мне снятся структуры, решения и так далее, и так далее. То есть вот так, грубо говоря, работает мой мозг, и так я понимаю, что у меня серьезный настрой на что-то. Я вроде бы пытался делать какие-то сдвиги уже в сторону психологии, но я понимал, что меня все равно держит фокус, наверное, на школе. Не только это, были какие-то маленькие моменты. В какой-то мере я выбрал для себя еще и в очередной раз экстремальную стратегию в виде пинка под зад, когда ты опять лишаешь себя источников дохода, и то есть новую область, в которую ты решаешь погрузиться, ты решаешь уже сразу же сделать источником своего дохода. То есть отчасти это, это самая тупая стратегия, которую вообще может человек выбрать. Не рекомендую ни в коем случае, особенно если вам за 30, мне тогда было 34, это было два года назад, то есть и вот совсем не рекомендую. Лучше плавно, потихонечку ходить в новую область, пусть это будет дольше, но по крайней мере это не так болезненно. Недавно общался тоже с одним режиссером, и он сказал такую важную вещь для ребят, для начинающих, да, вот вообще надо гореть. Гореть тем, что ты хочешь делать, да, и я думаю, что это в принципе, это очень важно. Если ты горишь, если есть тебе вот этот внутренний огонь, первое, это главное не сгореть и не перегореть, но двигаться с вот этой интуицией. И, например, для меня, когда я начинал заниматься цветокоррекцией, это было интересно, и я рассматривал это как, ну, самый короткий путь в кино. Когда ты доходишь до кино, до каких-то проектов, даже эти все проекты уже разбросаны по всему миру, ты все равно хочешь чего-то большего. Это тот же проект, ты все тот же цвет, но ты уже переходишь со стороны исполнителя в роль организатора и как бы такого идейного вдохновителя, скажем так, всего вот этого целого проекта. Поэтому, мне кажется, это очень важно. И если этого нет, то, наверное, это не то, чем ты должен заниматься, и, может, не то направление. Не то направление, где у тебя получится эффективно конкурировать со всем остальным рынком. Вот это тот момент очень важный. Ты когда создавал школу, ты работал сам или ты работал с командой? Вначале я работал с командой, потом я работал сам. Первые три года я работал с командой, и финальный год я работал сам. Практически целиком полностью мне жена только помогала с суппортом студентов. С командой работал, потому что не знал, как автоматизировать процессы, а потом, когда автоматизировал, стало скучно. Это помогло мне погрузиться в, на самом деле, понимание автоматического маркетинга, автоворонки, причем автоворонки не только продажи, а автоворонки еще и продуктовые. Кроме там маркетинговых воронок есть еще и продуктовые воронки, то есть у меня получилось построить интересную структуру, то есть у меня студент шел прям по схеме к FCB, можно так сказать. FCB был финальный дорогой продукт. Получилось это сделать, и это помогло мне очень хорошее знание получить на самом деле. Сейчас я понимаю, что, допустим, в психологии дальше я на этот эксперимент не пойду, потому что, да, там есть еще много чего изучать, но мне сейчас психология сильно интереснее, чем опять там углубляться в маркетинг и так далее. То есть я сейчас знаю и понимаю основные стратегии, мне это помогает строить продукты сейчас, какие-то воронки, но я явно буду работать с командой, и у меня одна из целей на ближайшие несколько месяцев это работа с командой, то есть поиск команды, потому что сейчас пока вот переходный период у меня был без команды. Знаешь, в IT есть такой термин единорог, когда говорит компания «Юникорн», 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 «Юникорн». Я думаю, что в казахских ТНГ, наверное, 100% ваша компания была «Юникорн», потому что там какой-то сумасшедший курс. В целом, если сказать про проект, да, я тут вопроса про денег не задавал, это уже, может, нет, по подкасту, но вообще, вот если, типа, задавать такой вопрос, типа, проект мог принести больше, там, чем 6 нулей, скажем так? Мог потенциально и легко мог это сделать. В реале, за время его существования, он превысил или не превысил? Не могу точно тебе это сказать, но, скорее всего, превысил. Один момент очень важный, я тебе могу сказать сравнение сейчас, допустим, рынок психологии, потому что у меня есть какие-то образовательные продукты, небольшие уже внутри рынка психологии, и рынок, допустим, цветокоррекции. Ну, я на самом деле думал, что рынок психологии, он чуть проще и легче в плане продажи. На самом деле, он сложнее из-за того, что конкуренции больше. А вот покупали легче и больше из-за больших чеков, цветокоррекцию. Сюрприз, сюрприз. Это первый момент. Второй момент. В цветокоррекции я думал, что рынок очень маленький. Я сильно ошибался. На самом деле, когда я заходил на рынок, то есть его практически не было, а потом он оказался просто, ну, нескончаемым. То есть люди шли и шли и шли и шли и шли, и плюс там курс начинал стоимость от 400, по-моему, долларов или даже от 500 и выше. То есть там буткемпы стоили там 3 с копейками, самые дорогие пакеты, 3000 долларов. Ты заговорил за психологию. Я где-то в прошлом году как раз моим... Я иногда, очень редко, по сегодняшний день бываю на съемках и снимаю какой-то такой простой контент, делаю там люди, которые просят это. Мы как раз снимали психологию. У одного из психологов, у него школа онлайн-образования, у него ютуб-канал, у него очень-очень простые, примитивные видео, где человек сам себя снимает на телефон, рассказывает о чем-то, но тем не менее, они пользуются спросом. Мы делали более качественный продакшен, они запускали свой... Я не буду тут называть просто в цели, если они увидят это, поспыты. Но когда они разговаривали про деньги, то я был очень сильно удивлен, насколько, то есть, может, даже просто одно выступление хорошего психолога для аудитории, а у них одна из частей бизнеса была эта работа с управляющими компанией, с селкомпанией, они их мотивировали, и сколько там стоило выступление, то я, честно говоря, так был немного в шоке, в легком. Поэтому, мне кажется... Я двигаюсь в правильном управлении, да? Мое мнение, например. Может, оно правильно, неправильно. Ну, в таких вещах продается продукт с низким чеком. Ну, то есть, если небольшой входной порог, но он продается массово. Но зато там нет только лимита масштабирования, скажем так. Все всегда зависит от аудитории, с которой ты работаешь, соответственно. Те интересные проекты и кейсы, над которыми ты работаешь сейчас. Ты можешь немного приоткрыть занавес, рассказать, что ты сейчас делаешь. Психология — это образовательные продукты. У меня два направления в рамках психологии сейчас, то есть, я продолжаю свое обучение, несмотря на то, что у меня уже есть диплом психолога. Я продолжаю обучение, плюс один интересный момент, на самом деле, даже в рамках психологии я могу сказать, что я больше важной информации получаю с чтения научных статей и научной литературы, нежели я получаю с каких-то курсов. На самом деле, это факт. Да, есть прикладные, практические вещи, которые нельзя там из книги получить. Та же самая история примерно происходит. Буквально сегодня у нас было занятие, и я разговаривал с коллегами-психологами-студентами, и мы обсуждали один кейс, который у нас приключился на практике с преподавателем, когда преподаватель был сильно неправ, ответив на мой вопрос своим мнением. У меня одна из специализаций — это психология личности, и это вот как раз-таки вот этот вот тест психометрии и так далее. А преподаватель сказал свое сильно ошибочное мнение. И вот мы обсуждали этот момент. И таких моментов бывает тоже немало. Это вот когда я заходил на рынок обучения цветокоррекции и видел, что там люди очень неаккуратные в плане том, чему они обучают. А причем это преподаватель был психолог с очень хорошим стажем. И у меня сейчас конкретное понимание в плане психологии, что есть психология наука, а есть психология консультационная. Это когда на самом деле психолог, который тебя консультирует, он вообще, во-первых, не обязан, во-вторых, скорее всего, не знает, либо знает очень мало о науке психологии. И он говорит какие-то вещи, там, догадки, если повезет в рамках своего подхода, если не повезет, прям вот его какие-то там общечеловеческие догадки и мнения. Нельзя сказать, что это как-то серьезно навредит там человеку, которого он консультирует, потому что среди психологов, особенно неопытных, бытует мнение, что навредить так же сложно, как и помочь, чтобы себя чуть успокаивать. Окей, это опять вот этот мой перфекционизм, мания и включенность. Плюс желание погрузиться в эту тему. Эта тема мне очень нравится. Тема психологии очень нравится. И то есть я подхожу к стандартным вопросам, которые психологами, тетеньками вот так вот на камеру со своей житейской позиции рассказываются. Я подхожу к ним очень серьезно. И вот сейчас, что я делаю, я погружаюсь во все эти темы. Темы самооценки, самоценности и так далее. То, что на рынке сейчас больше на рынке инфа или инстапсихологии является такой, по большому счету, отсебятины. Я подхожу к этому с другой стороны. Это первый момент, наверное, первое направление. Второе направление — это работа с самими психологами. Я помогаю психологам обрести, наверное, такую самостоятельность на рынке. То есть вот примерно то, что я делал с фриланс-клористами, то есть учил продвигаться, я примерно сейчас делаю такие же программы с психологами. Потому что психолог, ну, в данное время, особенно если это грамотный психолог, который в курсе этических кодексов и их ограничений, у такого психолога есть обычно проблемки с продвижением, непонимание контент-стратегии, каких-то инструментов и так далее. Вот. И они практически не могут конкурировать с инфа- или инстапсихологами, как мы их называем. Это те, кто о психологии знают мало или вообще ничего. У них просто в профиле написано, что он психолог психологов или еще что-нибудь. Вот. Но те ребята свободно говорят там в Инстаграм, все что угодно, призывая к себе клиентов. И у них могут быть сотни тысяч подписчиков, а у настоящего психолога могут быть сотни, в лучшем случае, подписчиков, не тысяч. Этот гэп в рынке я тоже закрываю сейчас. Мне очень нравится на самом деле работать с психологами в этом направлении. То есть, по сути, я делюсь теми навыками, которые я приобрел и практиковал с проектом Color Grading Down. Ты знаешь, вот про там наше менторство, потому что оно было там не один раз, и я бы хотел от себя добавить, может, кто-то... Оно было больше, наверное, про психологию в общем. Да, у нас были там занятия по цвету, больше по всему, но больше эмоциональная составляющая, психологическое составляние и движение в нужном русле. Скорее всего, если бы я просто пошел в курс и захотел попробовать, я бы это бросил. Но я бы не дошел даже до того уровня, там, где я сейчас. Сейчас просто на рынке действительно нет каких-то таких продуктов. Но если есть возможность попасть к какому-то ментору, особенно в той специфике, в которой ты хочешь двигаться, и это уже даже не один Color Grading сказал, то, в принципе, это в любом направлении. Человек, который уже прошел этот путь, и ты хочешь двигаться по такому-то и тех же результатам, то, мне кажется, это самый лучший вариант. Мы даже там записывали там с одним Color Grading Down, тоже больше с 20-летним опытом, и он рассказывал очень интересный кейс. Он просто пришел, постучал в двери. На египетском рынке было, и он пришел к лучшему Color Grading Down в Египте. У них, кстати, красят очень неплохо фильмы, и попросился к нему ассистентом, и проработал два года у него. Сейчас чувак красит там в топовых студиях Катарах, у него большие чеки, у него крутые проекты, и он уже всю жизнь провел, но его путь начинался так. И хотел еще спросить, вообще, ты скучаешь по работе с кино? Я скучаю, наверное, по части самовыражения искусства, цветокоррекции может быть, но я не скучаю по индустрии кино, потому что, ну, по крайней мере, в Казахстане она была вся корявая, и сейчас не самая светлая индустрия. Вот, наверное, так. Потом по принципам работы в кино я не скучаю, по распиздяйству людей из кино я не скучаю. А вот по творчеству, у меня сейчас серьезнейшая профдеформация, если мы с женой смотрим какой-то фильм, то комментарии жесткие от меня обеспечены, причем так как я был режиссером монтажа еще и помогал местным режиссерам в написании сценариев, у меня комментарии по всему спектру, кроме звука, наверное, кроме звука музыки. В этом я ничего не понимаю. Я всем гостям задаю, вне зависимости от их профессии, как, по твоему мнению, искусственный интеллект влияет вообще на структуру работы? Убивает ли AI какие-то профессии? Для тебя это инструмент или это какой-то, например, враг? Или вообще, в принципе, как ты смотришь на искусственный интеллект сейчас? Коротко отвечу. Это, по идее, то и то, и неизвестно, может быть, даже из-за того, что AI еще и помощник, может быть, это самый большой его минус. Поэтому он самый большой враг. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, то есть, по большому счету, то, что делает искусственный интеллект, это можно назвать, кажется, это называется медвежья услуга или что-то вроде этого. Это когда люди теряют себя огромной части пути становления какого-то навыка. Когда вот тебе нужен какой-то навык художественный, там, там, креативный, какой угодно, когнитивный. Тебе нужен путь становления от подмастерия к мастеру. А тут ты открыл там тот же самый чат GPT, Remit Journey, и все, и ты мастер. Неважно, там, промп ты написал правильный или неправильный, сейчас GPT там себе сам промп ты может писать там и так далее. То есть, вот, это примерно так. Это первый момент. Второй момент, ну, мне немного грустно. Был случай, мы с женой недавно смотрели Инстаграм, вместе валялись, и страничка такая с очень прикольными артами. Реально, аккуратные, прикольные, креативные арты, но это так прикольно и приятно смотреть. А потом мы зашли в профиль, и там было написано арты сгенерированные там AI. И стало грустно. Потому что, когда этот арт делает человек, ты ощущаешь такую... В самом деле, это суперприятно, потому что ты ощущаешь вот это столкновение с мастерством, с настоящим мастерством. Ты уважаешь вот этот путь, который прошел человек. И плюс ты еще чувствуешь определенную гордость за вот эту вот единицу человечества, к которой ты тоже принадлежишь, которая сделала вот этот вот крутой арт. А тут это делается все кликом, и происходит такое обесценивание, наверное, и поэтому становится грустно. Я считаю, что на самом деле в любом случае проблем эта штука принесет больше, чем каких-то решений. И это будут проблемы просто другого порядка. Это будут экзистенциальные проблемки, которые люди еще совсем не научились решать, от которых люди чаще всего убегают. Вот. Но, слава богу, я выбрал верное направление в нужный момент. Окей. Записывайтесь мне на концентрацию. Окей. Я бы хотел тут добавить от себя, ты знаешь, но то есть если ты увидел, что это сгенерировано AI, это не обязательно не является то, что там человек не принимал большую часть своего участия. Я объясню почему. У меня, например, сейчас жена работает художником, да, и они рисуют игру. Она 2D-артист, она рисует игру постоянно. Так вот, они используют искусственный интеллект постоянно. Время на исполнение одной и той же задачи, в конечном итоге эта картинка нарисована человеком, но с применением я. Если бы человек потратил на это 30 часов, потому что действительно рисование, они действительно рисуют долго, вырисовывают, прорабатывают каждую деталь красивую, то с искусственным интеллектом они это могут сделать там за 6, за 8, за 9 часов. То есть, ну они применяют свои работы. В таком образе можно на это смотреть. И в тройке есть, вот, например, недавно вышла реклама Under Armour, и там принимал участие украинский режиссер, и у них также есть там своя постпродакшн-компания. Under Armour, в которой снимался боксер Энтони Джошуа. И она выглядит круто, очень круто. Я, смотря на это, я понимаю, что там был искусственный интеллект. И потом постпродакшн-компания, которая с использованием искусственного интеллекта показывала, сколько она потратила времени на это. Она сгенерировала 6000 изображений, просто для того, чтобы найти то правильное изображение, которое нужно. В конечном итоге это выглядит все очень круто. Там есть реальные Энтони Джошуа, я не знаю, это файлы были с архивов. Я так понял, что, скорее всего, эта реклама не снималась, только некоторые моменты были вставлены, а все остальное это была генерация. Но она выглядела круто. Сделали его люди, и там очень немало работы, которые нужно было сделать. В итоге ты хочешь сказать, что мы все ближе к матрице? Ну, может быть, в каком-то моменте, может быть. Окей, хотелось бы от тебя услышать вообще совет для начинающих. Неважно, в какой индустрии. То ли это психология, то ли это цветокоррекция, то ли фильммейкинг, то ли работа настройки. Какой бы ты дал вообще совет ребятам? Учиться, наверное, совмещать практику и изучение теории, не избегать теорию. Не бояться практики, это первый момент, особенно если речь идет о работе с клиентом. Вот здесь вот ты учишься очень сильно, потому что, да, это одновременно сильный стресс, но это колоссальный буст энергии, потому что ты находишь ответы на вопросы, которые у тебя даже не возникали при работе с клиентом. Но есть такое американское выражение, которое звучит следующим образом. Пока идет дождь, крышу не починишь, а когда дождя нет, крышу чинить не надо, потому что она не течет. И если все изучается через практику, эта вот проблема возникает как раз таки здесь. Пока ты в практике, вроде бы как стресс и ты развиваешься, как бы, а потом клиент ушел и все, и ты пошел заниматься делами, и ты больше не растешь. Но возникает вот какой-то потолок просто из-за отсутствия теории. Не значит, что нужно практиковаться, практиковаться потом, когда потолок возникнет, возвращаться там к книжкам. Это значит, что, наверное, нужно это делать как-то параллельно. И один, наверное, из самых важных моментов — это учиться учиться. И смириться с тем моментом, что учиться придется всегда. Абсолютно всегда. Когда ты выбираешь какое-то дело, которым ты действительно готов заниматься там до конца, грубо говоря, ты должен понимать, что есть один основной критерий. Спроси себя, а готов ли я в этом постоянно развиваться? Готов ли я этому постоянно учиться? Если у тебя такое ощущение, что нет, я хочу достигнуть какого-то уровня и почивать на лаврах, нет, сразу не иди в этом направлении. Почему? Потому что как только ты достиг этого уровня, в этом случае ты, кстати, скорее всего его не достигнешь. Как только ты достигнешь, если вдруг, то это будет момент начала деградации, который будет потом больно переживаться. Виталий, мне хочется сказать первое спасибо за твое время. Втрое спасибо вообще за твой вклад во всю индустрию в целом и за наш приятный диалог, за наш такой подкаст. Я думаю, что многим ребятам будет его интересно посмотреть, поэтому спасибо еще раз тебе. С нами был Виталий Бужан, профессиональный психолог, бывший ментор и создатель школы цветокорец и color grading DAO. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на наш канал, ставь лайк и включай колокольчик, пиши в комментариях, с кем бы ты хотел еще послушать диалоги и с кем бы тебе было бы интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!